Америка предложила через советника по безопасности, что они готовы ввести международных миротворцев из скандинавских стран. Никол Пашинян сказал нет. А что вы еще хотите? Никол Пашинян сказал нет. Потому что вы неправильно представляете. Нет, минская группа это посредники. Если одна из сторон против ввода войск, они не могут этого сделать. Никол Пашинян сказал нет. Только российские миротворцы. И на этом все. Тема была закрыта. Он был вынужден это сказать? Конечно. Но не имеет значения, вынужден был он или нет. Пусть Пашинян не заявил бы это. Его жизнь не дороже тех 5000 парней, которые пошли и погибли. Что должна была сделать Россия? Его должны были повесить или убрать должности? Плевать на эту должность? Нет, они снова напали бы. Пусть напали бы. Но у тебя в этом случае есть другие миротворцы. Когда сегодня есть российские миротворцы, на нас не нападают? Когда было сдано село Пхарух и другие, на нас не нападают? Разве не русские присутствовали, когда азербайджанцы захватили 4500 квадратных километров? Они захватили 3500 квадратных километров. Не в случае их присутствия завтра они заберут Агавно и Бердзорский коридор. Вся проблема в том, что мы опять пришли к тому, что называется чувством иллюзорной безопасности. Вы и большая часть армянского народа внушили себе, что Россия якобы обеспечивает нашу безопасность. А Россия, вводя нас в заблуждение, по частям продает нас. Пока армянский народ не понял, что Россия солидарна с Турцией, как они это и сделали в 1915 году. Дали нас уничтожить, и они ничего не сделали. Российские войска стояли над долиной Муша, ждали, пока не было уничтожено 100 тысяч армян в Мушской долине. Только потом спустились в долину. Российские войска вошли в Ван, разоружили армян, отошли назад, позволили, чтобы армян снова уничтожили. В северном Арцахе, во время операции «Кольцо», чьи войска вошли, разоружили и уничтожили армян. Какая была страна, которой во время войны мы перечислили 100 миллионов долларов для покупки системы ПВО, и 4 из 5 систем ПВО БУК нам дали испорченными. Это была Россия. Следовательно, здесь проблема очень ясна. Вы говорите про угрозы. Одну минуту я закончу. Эти угрозы ясны. У вас такое состояние. Приведем медицинское сравнение. У вас есть пациент, который точно умирает. Альтернативы нет. Пробовали лечение лекарствами. Не работает. И у вас есть одна возможность. Операция. Она содержит риски? Да, она содержит риски. Есть шанс спасти больного? Да, есть. И вы сейчас, как родственники, должны подумать. Вы согласны на проведение операции, которая содержит риски, но есть шанс, что пациент будет спасен. И ничего не делаете, и больной умирает. Я предпочитаю первый. Потому что я хорошо понимаю. Эти сказки, что с Россией есть возможности и прочее, это его проблемы. Это проблема Пашиняна. Был бы я, я бы смог это сделать. Я и американцев привел бы, и русских, и других. Этот человек не может. Если вы мне дадите скрипку, я не смогу на ней играть. У меня нет этого дара. У меня нет слуха. Я не учился. Я не умею. А для другого играть на ней не является проблемой. Политика является настолько же сложным искусством. Этот человек не понимает элементарных вещей. Вы ведь заставляете раскрыть некоторые вещи. Я немного больше знаю. Блинкин звонит ему и говорит. Господин премьер-министр, что вам нужно? Я это говорю, ссылаясь на одного из пяти человек, которые стояли рядом с ним. Скажите, что вам нужно от Америки. Назовите красные линии, и где вы готовы уступить. Он не говорит, что нужно. Он спрашивает, а что готовы Штаты сделать для нас? Они удивляются, говорят, дорогой, это мы Америка. Не ты должен спрашивать, на что мы готовы. Вот вы меня спросили, что бы я сделал. Пашинян должен сказать, что он должен сделать. Люди у него спрашивают, что ему нужно. Звонят и спрашивают. Конкретно 5 апреля. Что нужно Армении? Этот человек отвечает им, что нам ничего не нужно. Воймы с русскими в братских отношениях. Но раз так, идите и умрите с русскими. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полюса в YouTube.